В моей, пускай короткой, но насыщенной жизни, я часто слышал одну фразу, обращенную ко мне куда чаще, чем мне бы хотелось. Эта фраза «Запомни мои слова». Помню, вскоре после получения водительских прав я ехал по городу с другом, и хотя он уговаривал заплатить за парковку, я сказал, что мы здесь на пару минут и ничего не случится. Он сказал «Запомни мои слова». И что вы думаете, меня штрафовали. В другой раз я играл в гольф с моим братом на ферме моего дяди, и когда пришел его черед бить по мячу, я стоял совсем рядом. Он попросил меня отойти в сторону, но я ответил «Все пучком». Тогда он сказал «Запомни мои слова». Удар был настолько сильный, что у меня до сих пор шишка на лбу. Однажды мне довелось услышать предсмертные слова, которые на меня невероятно сильно повлияли. Этого парня звали Ларри, и он был моим соседом в детстве. Он был почтальоном с очень старым таким велосипедом с корзиной спереди. Помнится еще давным-давно, когда я был в детском садике, он часто забирал меня домой. Я ехал в корзине его велосипеда абсолютно счастливый. Когда я был подростком, Ларри часто мне помогал. Сколько раз я приходил со школы, забыв ключи, и каждый раз Ларри приглашал к себе. Он угощал меня чаем и шоколадом. И хотя он был старше меня на 40 лет, он всегда был моим другом. Поэтому, когда он смертельно заболел раком, я был потрясен. Когда он проводил свои предсмертные дни, я пришел поговорить с ним в последний раз. Я хорошо помню эту встречу и слова, которые он произнес. Широко улыбаясь, он мне сказал, что с нетерпением ждет встречи с Иисусом. Я был поражен. В то время моя вера только зарождалась. И эта удивительная радость в глазах умирающего наполнила мое сердце глубокой надеждой. Тогда, со слезами на глазах, вспоминая о своих ошибках, он рассказал мне об одной дружбе, которую не смог сохранить. Посмотрев мне прямо в глаза, он сказал, «Джонни, прежде всего, будь добр». Простые слова, но даже спустя 10 лет я их вспоминаю. Эти слова и по сей день живут в моем сердце. Слова имеют вес, особенно тех, кого ты глубоко уважаешь. Именно поэтому последние слова человека так важны. Вспомни все истории из жизни Иисуса, которые мы разобрали в предыдущих эпизодах. Все его удивительные слова. Помните Фому, ученик, который запутался в сомнениях? Когда Иисус нашел его, он не наказал Фому, только сказал, «Коснись ран моих, коснись моих ран от гвоздей». Доброта Иисуса помогла вернуть Фоме веру. Или женщину, которую поймали в измене и бросили к ногам Иисуса. Она ожидала наказания, но нашла прощение. И меняющие все слова Иисуса. «Живи новой жизнью». Итак, зная все эти невероятные слова, которые он сказал, какие, по-твоему, были его прощальными? Он был распят и воскрес. Затем провел 40 дней с его учениками. И перед тем, как вознестись, он сказал своим последователям следующее. «Мне дана вся власть на небе и на земле. Поэтому пойдите ко всем народам и сделайте их моими учениками. Крестите их во имя Отца, Сына и Святого Духа. И учите их исполнять все, что я вам повелел. А я буду с вами все время, до скончания века». Эти слова не более важны, чем остальные. Но прежде всего, Иисус хотел, чтобы его ученики сосредоточили свое внимание на других. Он хотел вложить глубокое убеждение в их сердца, чтобы то, что они получили от него, не хранили только для себя, а делились этим со всем миром. Делиться его словом и его меняющим жизнь посланием никогда не было работы экспертов, но простых людей, как ты и я. Прощальные слова Иисуса актуальны и сегодня. Мы продолжаем то, что начали первые ученики. Поручение, которое дал мне Иисус, придает уверенности и помогает делиться своей верой, достигая других людей. Моя работа не обязательно состоит в том, чтобы убедить кого-то верить, но больше в том, чтобы показать людям путь. Иисус попросил меня поделиться надеждой, исходящей от Его слов, надеждой, которую я сам испытал. Остальное за Богом. Бог сам открывает себя людям, и только Он способен изменить жизнь. Это почти как делать хлеб. В Нем так много муки, но даже крупинка дрожжей преображает все. Иисус использовал эту аналогию, когда говорил о распространении Своего послания. Он сказал, «Царство Божье, подобно горстке дрожжей, которую женщина взяла и смешала с тремя мерами муки. И поднялось все тесто». И вот в чем дело. Мы можем быть, как эти дрожжи. Мы можем присоединиться к Иисусу в работе, когда делимся нашей верой и довериться Богу в том, что Он построит свое царство. Приготовление хлеба и забота о других людях часто схожи в том, что на это требуется много времени и усилий. Но результат того стоит. Последние 20 лет я имею сильное убеждение в моем сердце делиться с людьми своей верой. Но так было не всегда. Я начал изучать, кто такой Иисус. Затем, по мере развития отношений с Богом, я убедился в том, что нашел то, в чем нуждается каждый. Мой вызов к тебе. Отнесись серьезно к этим последним словам Иисуса. И подумай об одном друге, с которым ты бы мог разделить этот путь к вере. Надеюсь, что я вдохновил тебя. Ты можешь использовать эти видео для того, чтобы начать с друзьями разговоры, о которых раньше даже не думал, и поделиться своей верой в Иисуса. Дело не только в крутом фургоне или мини, и даже не в том, как потрясающе выглядит мой хлеб. Бог может сделать гораздо больше, чем мы можем себе представить. Но только когда мы искренне верим, что Иисус с нами, приглашая кого-то еще в это путешествие веры. Мне нравится брать пример с ученика Филиппа. Когда Иисус предлагал людям стать своими учениками, подойдя к Филиппу, он сказал, следуй за мной. Филипп немедленно встал и, найдя своего друга Нафанаила, сказал ему, «Мы нашли того, о ком Моисей писал в законе, и о ком писали пророки, Иисус из Назарета, сын Иосифа». Нафанаил ответил с усмешкой, «Назарет? Оттуда может прийти что-то хорошее?» Что ответил Филипп? «Пойдем и сам увидишь». Многие наши друзья будут думать так же, как Нафанаил. Они подумают, Иисус, вера, христианство. Что из этого может выйти хорошего? Нам не обязательно знать ответы на все вопросы. Но что ты можешь сделать, это сказать кому-то, «Пойдем и сам увидишь». Итак, подумай об одном друге, попроси Бога сделать свое дело и наслаждайся приключением. Субтитры создавал DimaTorzok